Здравствуйте! В эфире новости в студии Яна Боимбетова и в начале выпуска коротко о его главных темах. Сдавать кровь на самом деле очень важно из-за того, что многие люди сейчас в этом нуждаются, то есть есть и экстренные случаи. Спасти чью-то жизнь в рамках акции «Милосердие» сахалинские волонтеры в очередной раз стали донорами. Если что-то там забьется, у нас в подвале фонтанирует, у нас не льется вода, у нас фонтанирует. Проблема с душком в луговом подвал и нескольких многоэтажек оказались затопленными. Жесты, цвета, картинки, идет вход, все. Лишь бы, ну, как бы, собеседник тебя понял. Два в одном в детских садах Южно-Сахалинска реализуют проект по изучению сразу двух иностранных языков. Очень необычно, впервые на подобном мероприятии масштабно. Отметили с размахом сахалинских студентов на базе «Восток», поздравили с праздником. Основная работа, поворот, выход и финиш. Команда на старт. В Южно-Сахалинске проходит первенство области по плаванию среди детей и взрослых. Ответственных за строительство полигона «Известковый» чиновников уволят, если сроки сдачи объекта нарушат. Такое решение принял председатель правительства области Алексей Белик во время осмотра сортировочной базы. Возведение ангара и монтаж оборудования должны были завершить еще 25 декабря. Однако из-за погонных условий и долгой доставки конвейеров назначили новую дату – 10 февраля. Подробности у Кристины Ким. В погоне за экологически чистым будущим полигон «Известковый» возводит, чтобы уйти от сжигания мусора и других опасных методов утилизации. Однако сахалинцы забеспокоили, что база станет второй городской свалкой. В сети появились фото утрамбованной кучи отходов. Специалисты объясняют, что бытовые остатки прошли тест конвейера. Мусор уберут сразу же, когда строят ангар. Тот мусор, который сегодня на полигоне, он будет повторно прогнан через сортировку и уже нормально упакован и размещен в соответствии с нормами. Это ровно первые шаги, первые пуски, первые пробные большого предприятия. Больше свалки общественность волнует строительство полигона, а вернее отставание от графика. Объект должны были сдать еще 25 декабря. Сейчас он готов на 40%. Задержка в месяц тормозит улучшение климата на островах. К сожалению, нас подвели поставщики. Вот этот ангар, каркас, который вы видите, и ручная сортировочная линия пришли с опозданием практически на месяц. Поэтому плановый срок 25 декабря сдвинут. Просрочка почти полтора месяца. Сортировка должна быть запущена до 10 февраля. За просрочку сдачи объекта заместителя председателя правительства и профильного министра лишили премии. А в случае, если и 10 февраля сахалинцы не увидят готовый полигон, ответственных за его строительство могут уволить. До дня их осталось не так много, в отличие от задач, которые предстоит выполнить. Необходимо построить ангар, ту мобильную сортировку, которую мы приобрели, осуществить полностью в пулцконаладку, для того, чтобы уже в опытную эксплуатацию ее запустить. Далее все логистические маршруты согласовать и с перевозчиками их утвердить. Обучить персонал, для того, чтобы уже в феврале месяце мы здесь смогли с вами вместе видеть полноценный процесс работы. Всего сортировать мусор будут 27 человек в одну смену. Полигон в сутки готов принимать до 80 мусоровозов из Южно-Сахалинска и Анивы. Разделять отходы будут на 6 фракций, формировать, а после направлять на материк для вторичной переработки. Захоранивать разрешается только тот остаток, который сортировке не подлежит. С разлета мусора будут бороться специальные технологии. Одна из них – воздушный сепаратор, установленный на машине для разделения сырья. Он позволяет после просеивания отходов на мелкую и крупную фракцию выделять оттуда легкую фракцию. Это фантики, пленки, какие-то пакеты. Этот воздушный сепаратор вынимает из общего потока и направляет в бункер-накопитель. То есть работает по принципу пылесоса обычного? Да, обычный пылесос. Сейчас о закрытии свалки Южно-Сахалинский говорить рано. Проект по восстановлению зоны еще на стадии разработки. Кристина Ким, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. В областном центре прошла акция «Милосердие». Проект с таким названием появился более 10 лет назад и с тех пор проводится ежегодно. В его рамках все желающие сдают кровь на безвозмездной основе. Волонтеры, медики, депутаты Сахалинской областной думы и другие добровольцы пришли в резиденцию «Маяк», где их уже ждали сотрудники станции переливания крови. Почему именно сейчас так важны запасы биологической жидкости, Антон Войтович расскажет. Студентка 4-го курса Сахалинского базового медицинского колледжа Анастасия Качаева не первый год входит в добровольческий отряд волонтера-медики. Ребята не только помогают людям преклонного возраста, принося им продукты и лекарства на дом, а также врачам в лечебных учреждениях, но и всегда готовы к сдаче крови для нуждающихся островитян. Сдавать кровь на самом деле очень важно, из-за того, что многие люди сейчас в этом нуждаются. То есть есть и экстренные случаи, есть и плановые случаи, когда кровь ждут по многу месяцев, чтобы потом сделать переливание. То есть на самом деле это очень важно, мы спасаем жизни людей, и это нас воодушевляет. В намеченный час около 40 человек собрались в арт-резиденции «Маяк». Сюда же подъехали медики с необходимым оборудованием. Такая выездная форма сдачи крови позволяет быстро и без очереди пройти процедуру до начала рабочего дня. В первых рядах – ветераны донорского движения. Когда врачам нужно, они выходят на нас или мы на них. И им очень удобно выезжать в такие центры, молодежные центры, когда все организовано. И людям удобно не стоять в очереди в коридорах станции переливания крови, а в молодежном центре, где есть и печенюшки, и сахар, и кофе. Но в бой идут не одни старики. Есть и те, кто откликнулся на призыв сдать кровь впервые. Поэтому в зале ожидания чувствуется легкое волнение. Одногруппник подсказал, потому что это как гражданский долг почти. Помочь другому человеку за счет того, что у тебя есть. Без взвесного – просто отдать. Сдачу крови из вены предваряет репетиция. Вначале лаборант берет ее из пальца и определяет группу. Затем врач замеряет давление и оценивает состояние донора. После этого можно приступать к самой процедуре. Важна каждая капля. Посмотрите, сколько у нас требуется крови. Сколько у нас автодорожек. Сколько у нас тяжелых заболеваний. Сколько у нас онкологических больных. И везде нужна кровь. Люди у нас, надо сказать, очень отзывчивые. У нас есть доноры такие, которые постоянно у нас дают. Проект «Милосердие» действует уже не первый год. Доноры сдают кровь практически ежемесячно на безвозмездной основе. А все вырученные таким образом средства тратятся на благотворительность. Помощи людям пожилого возраста. Антон Войтович, Дмитрий Клировский, телекомпания ОТВ. Серебряные волонтеры проверили работу линии 1-300. Сегодня операторы принимают более 5000 звонков в сутки. В колл-центре трудится порядка 60 человек. Но Минздрав готов увеличить их число в любой момент за счет обученного резерва. Мы провели большое интенсивное обучение команды из Сахалинского медицинского колледжа. У нас сейчас есть обученные студенты. И мы в любой момент можем их привлечь к работе в качестве операторов колл-центра. Этот проект прежде всего нацелен на то, чтобы каждый гражданин, каждый пациент в легкой доступности мог дозвониться до врача. Серебряные волонтеры выступили с рядом инициатив. В частности, они предложили расширить меню автоответчика, добавив варианты выбора первичного и вторичного приема, а также помощь для маломобильных граждан. Кроме того, общественники предлагают запустить обучение пожилых людей работе с линией 1-300. К жильцам многоквартирного дома в Луговом вернулась давняя проблема. С нового года их подвалы затапливают нечистоты. И жидкость не спешат откачивать. Из-за этого квартиры, расположенные на первом этаже, практически непригодны для жизни. Во всяком случае, так считают жильцы. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Заходим в подвал. Дышать здесь нельзя. Ну вот. Видите? Именно так начался Новый год для Евгении Сомовой. С 1 января женщина отправляла заявки на откачивание фекальных масс из подвала. Но управляющая компания никак не могла приступить к работе. И до сих пор ползалить зловонной жидкостью. Попытки вызвать управляющую компанию для того, чтобы откачали из подвала все это и очистили, как это должно происходить, не было. Вернее, с нашей стороны это было, со стороны управляющей компании. Вот сегодня я первый раз у работников увидела. Это раз. Акта о том, что у нас случилось, мы также из жильцов, никто не видел. Хотя акт после обращения составляется в течение 12 часов. Подвал затопило не только в 51-м доме. Еще около пяти жилых зданий столкнулись с такой же проблемой. Виной всему старые колодцы и трубы, которым подключена большая часть лугового. И если где-то происходит засор, об этом сразу узнают жильцы проблемных домов. А управляйка не может приступить к откачке воды из подвалов, пока водоканал не устранит неполадки со своей стороны. И все это время люди вынуждены соседствовать с неприятным запахом в квартирах. Если что-то там забьется, у нас в подвале фонтанирует, у нас не льется вода, у нас фонтанирует. А в нашем подъезде находится электрощитовая, которая обеспечивает свет ближайшим домам. Нам самим страшно и страшно за людей. Сотрудники управляющей компании в свою очередь обвиняют самих жильцов. По словам слесаря, засоры происходят из-за неправильного использования канализационных труб. Мы ходим, чистим. Ну так вот. А там салфеток, целая гора бумаги. Всё забивается. Это ведь не мусоросборник, правильно, а канализация. Жалобы на управляющую компанию «Дальтехсервис» поступают регулярно. Несколько месяцев назад наша съёмочная группа уже была на этом адресе. Тогда пообщаться напрямую с их представителями не удалось. Только по телефону. Там совершенно всё нормально. Я буквально позавчера была вместе с представителем администрации. В подвале всё нормально. Поэтому, кто жалуется, пускай глаза раскроют и пойдут посмотрят. В этот раз на встречу с жильцами пришёл директор ЖЭКа. У нас специалисты работают не первый год. И все специалисты со специальным образованием, профильным образованием жилищно-кумональных услуг. На данный момент водоканал начал чистить колодцы от засоров. А управляющая компания приступила к откачке воды. В ближайшее время подвалы начнут сушить. Анастасия Маслова, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. В Южно-Сахалинске проверяют крыши на наличие сосулек. В послециклонный период они особенно опасны. В нерасчищенных дворах жильцы самостоятельно протаптывают тропинки, зачастую возле зданий. Поэтому риск попадания ледяной глыбы на человека увеличивается в разы. Устранить наличь на крышах в ближайшее время поручил губернатор региона Валерий Лемаренко. Для контроля организовали волонтёрскую группу, куда вошли участники поисково-спасательного отряда «Сова». Нам звонят и говорят, что там по такому-то адресу есть наличь. Мы как контроль приезжаем, фотографируем, смотрим, скидываем в свою группу и уже дальше у нас руководитель рассылает. Цель данной акции – помочь городу, помочь правительству Сахалинской области выявить ту наличь, которая угрожает жизни гражданам Сахалинской области, Южно-Сахалинска в том числе. И оперативно среагировать, чтобы её убрать во избежание всяких негативных последствий, в том числе ЧП, в которых реально могут пострадать люди. Все адреса с выявленной наледью на крышах будут переданы аппарату губернатора для дальнейшей работы. Напомню, чистка кровель является одной из обязанностей управляющих компаний. О комплексу «Горный воздух» циклон сыграл на руку. Обилие снега отмечают не только местные, но и приезжие спортсмены. Сегодня трассы полностью подготовлены и ежедневно принимают десятки сотен посетителей. И январь 2022 года стал для спорткомплекса рекордным сразу по нескольким показателям. Каким, расскажет моя коллега Олеся Львова. С первого дня нового года «Горный воздух» принимает на своих склонах тысячи любителей зимнего спорта. Сотрудники отмечают, что за многие годы этот январь стал одним из самых насыщенных. Поток посетителей уже превысил прошлогодний рекорд. 5 января комплекс посетили почти 6 тысяч гостей. Такая популярность обусловлена не только свободными от работы днями, но и хорошей подготовленностью трасс. Мы работали и во время циклона, он, напоминаю, он шел трое суток. И ночью топтали склоны снег, утрамбовали, так сказать, массы снега. И уже после метели мы очень так энергично, целенаправленно делали трассы, ставили приоритеты и открывали их поочередно. Снега действительно достаточно. Склоны покрыты белым и плотным ковром. Кататься в таких условиях комфортно и безопасно. Нравится здесь, круто, весело. Горнолыжный комплекс очень хороший. Снега намного больше стало в этом году. Потому что в прошлом году, когда я приезжал, катался, было снега намного меньше. То есть, если даже с угробы заходил, был снег вот так, сейчас я зашел снега вот посюда. При этом снежные пушки без дела не стоят. Несмотря на недавний циклон, сотрудники СТК регулярно осматривают трассы. Некоторые участки тают быстрее, поэтому их необходимо поддерживать в тонусе. Так, зимний сезон на комплексе продлится дольше, а он здесь востребован. Все локации открылись, катаемся везде, по всем трассам и вне трасс. Поэтому только плюсы. Ждем еще метель, будет еще больше, еще лучше. Дольше кататься будем. Спортсмены отмечают полную подготовленность комплекса к зимней работе. Это не только качественные трассы, но и современное оснащение, которым славится горный воздух. Очень длинные горы, длинные трассы. Скатываешься, скатываешься. И подъемники очень крутые. У нас в Приморском крае нет таких подъемников, они только будильные. Я постоянно падаю с них, я начинаю только. Еще одно яркое событие начала года – открытие новых трасс на горе Красной. Таежная подойдет для любителей, а зубатка имеет статус черной. И стала альтернативой спуска «Север». Кроме этого, подготавливают к открытию и долгожданную трассу «Динамо». Администрация комплекса всегда прислушивается к своим посетителям и каждый раз старается открывать склоны различного уровня сложности. К тому же, если какие-то из направлений отдаются для тренировок спортсменам, то любителям предлагаются другие, не менее экстремальные. Сегодня на территории горного воздуха открыто 15 спусков. Олеся Львова, Дмитрий Клировский, телекомпания ОТВ. Что такое ситуационный центр, зачем он нужен и как работает? Об этом журналистам рассказали во время пресс-тура. Сегодня структура обеспечивает взаимодействие различных органов власти, ведомств и жителей, а также предоставляет всем актуальную информацию. Во время экстренных ситуаций специалисты центра координируют совместную работу разных структур. С помощью различных сервисов, например, системы «Безопасный город» удавалось своевременно принимать решения по расчистке снега. Условно в мирное время. Мы занимаемся анализом данных, мы обеспечиваем сбор всевозможной информации со всех источников, только какие есть. Это и органы власти, и муниципалитеты, и предприятия, датчики давления, атмосферы и все что угодно. Мы сводим это в единую систему аналитической отчетности, анализируем эти данные и передаем эти данные высшему руководству области. Специалисты центра накопили достаточной информации. Сбор данных ведут с 2008 года. Следующий шаг – прогнозирование событий. Похожий опыт есть и в других регионах, например, в Татарстане. Специалисты смогли предсказать рост числа заболевших коронавирусом. В 19 детских садах Южно-Сахалинска говорят сразу на нескольких языках. Билингвальные площадки – уникальный пилотный проект в сфере образования. Он заключается в том, что дошкалята изучают два иностранных языка одновременно. Происходит это ненавязчиво в виде лингвистической игры. Наш корреспондент Игорь Антипов побывал в детском саду «Журавленок» и убедился, что эксперимент оказался удачным. Это мой шкафчик. Это мы с мамой выбивали. А вот это мы с Хеллен украшали. Имя каждого детсадовца здесь пишут на английском языке, чтобы постепенно привыкали к иностранному. На входе в группу здесь установлен светофор улыбок, на котором свое настроение передает каждый ребенок. А воспитатели сразу понимают, с чем иметь дело. А ты английский любишь? Не очень. А какие-то уже слова знаешь? Пока нет. Ну, а прислушивайся, что говорит педагог. Английский стоит выучить уже за то, что на нем говорил Уильям Шекспир. А звучит он здесь фоном, никакой зубрежки. Все в игровой лингвистической форме. Дети постепенно привыкают, учатся действовать в команде, выражают собственное «я». И вот еще одна. И вот еще одна. И классно, что у вас именно в таком формате занятия проходят. Чем интересно лично для вас? Конечно, есть определенные языковые трудности, потому что я якобы их не понимаю и говорю только на своем языке. Они там как-то пытаются мне объяснить, что они хотят. И вообще я им объясняю, что я от них хочу. Но почему приятно работать? Потому что, когда видишь результат, ну, это вдохновляет. Педагоги создали множество творческих локаций, в том числе с культурными уголками классической Англии. И теперь работают в паре. Один говорит на русском, другой на английском. Коллеги прекрасно друг друга дополняют в зависимости от выбранной темы. Создают нестандартную обстановку. Два языка сопровождают карапузов постоянно. Вот на первом этапе у нас были очень интересные моменты, когда Халина только приходила знакомиться, и дети абсолютно ничего не понимали, но им приходилось с ней как-то объясняться. То есть в ход шли и символы, и какие-то рисунки, и объясняли ей вот на руках, на словах, как-то по-разному абсолютно. То есть тут в ход идет развитие всего. Именно с малых лет можно получить отменную лингвистическую базу, сформировать словарный запас после окончания детсада. А уже в школе можно готовить отличных переводчиков. Игорь Антипов, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашем выпуске. Очень необычно впервые на подобном мероприятии масштабно. Отметили с размахом сахалинских студентов на базе «Восток», поздравили с праздником. Основная работа, поворот, выходы, финиш. Команда «Настарт» в Южно-Сахалинске проходит первенство области по плаванию среди детей и взрослых. Еще одним участником проекта «Карта Сахалинца» стало больше в областном центре. Фитнес-центр «Тонус», расположенный на улице Крайней, предлагает островитянам свои услуги со скидкой 5%. При условии, если клиент имеет заветную карту. Нам очень понравились условия и возможности для наших сахалинцев. То есть именно по этому проекту все, кто имеет «Карту Сахалинца», могут прийти в наш фитнес-клуб женский со скидкой купить наши услуги. И это, конечно, здорово. Мы только за привлечение наших девушек, чтобы у них больше возможностей было посещать, возможности и доступности посещать наш фитнес-клуб. Чувствую себя великолепно. И то, что я узнала, что сейчас появилась «Карта Сахалинца», и я могу заниматься дешевле, меня это очень обрадовало. И я обязательно ее приобрету. «Тонус» – единственный фитнес-клуб в областном центре, созданный специально для женщин. Здесь они могут заниматься на тренажерах и приобретать здоровое питание. Заведение рассчитано на сахалинок любого возраста и уровня подготовки. Акция «Сотвори свое чудо» добралась до Красногорского центра содействия семейному устройству. Напомню, в рамках празднования Рождества участники Братства Александра Невского с концертной программой и подарками ездили по социальным учреждениям. А из-за метели поездку в Красногорск пришлось отложить. Но встреча все же состоялась, и подарки нашли своих адресатов. Подробности далее. Рождественский десант приехал в «Феникс» не с пустыми руками. Это не только о подарках. Конечно, с собой волонтеры взяли хорошее настроение, и занятия для ребят. Для старших – викторина о жизни святителя Иннокентия, которого считают покровителем Сахалина и Курил. А для младших – мастер-класс по аппликации, который связан с 75-летием Сахалинской области. Мы в первый раз приезжаем в Красногорский детский дом. Я могу сказать, что вполне успешно. Не зря мы приехали. Дети остались радостными, довольными. Для своего возраста они прекрасно владеют техникой аппликации и с удовольствием участвовали в нашем мастер-классе. Такие занятия, по мнению экспертов, помогают детям развивать художественные навыки и легче воспринимать сложные исторические события. Педагоги из Первой музыкальной школы Южно-Сахалинска также исполнили для детей песни и народные произведения под аккомпанемент баяна и балалайки. Такие визиты в Центр «Феникс» очень ценят. Разговаривая с детьми, будь то это предприниматели, будь то это религиозные какие-то общественные организации, им не важно. Им важно само вот это отношение. Чувствовать себя частью общества, вот приобщенными к чему-то, то есть они участники вот этих общественных каких-то явлений. В этом году по традиции детям вручили подарки. Их собрали благодаря акции «Сотвори свое чудо». В этом году в акции приняло участие несколько сот человек. Кто-то принес канцелярские товары, кто-то принес мягкие игрушки, кто-то продуктовые подарки. Ну и мы постарались эти все подарки передать детям. Мы выезжали в различные социальные учреждения, также приезжали в многодетные семьи. Красногорский Центр содействия семейному устройству не единственная точка, куда с праздником отправились члены братства Александра Невского. Рождество также привезли в социально-реабилитационный центр «Маячок» в областной столице. Мария Кондиус, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Учащиеся сахалинских вузов, техникумов и колледжей отметили День студента. На учебно-тренировочной базе «Восток» собралось более 200 юношей и девушек. Лучших отметили грамотами. На празднике продемонстрировали свое мастерство молодежные творческие коллективы, а сахалинские диаспоры представили национальную культуру. Анастасия Маслова продолжит тему. Цвет настроения белый, и не только на улице от снега. Он прослеживается во всем. В нарядах студентов, в оформлении зала и в костюмах выступающих. Старт мероприятию студент-вайт-пати дали победители регионального этапа «Российская студенческая весна». Для самых креативных устроили конкурс на самый необычный наряд. Яна Ермакова узнала об этом в последний момент, но все равно решила поучаствовать. И сейчас решительно настроена на победу. Очень надеюсь, на самом деле. Я все делала в последние минуты, скажем так, опаздывала. Просто я из дома взяла медицинский халат, белую футболку и сделала грим за 4 минуты. Некоторые пришли в форме своего учебного заведения, которое отлично подошло к ДРСКОДу вечера. Отец был моряком, решил пойти по стопам. Но я думаю, дальше будет только лучше. Ну, впечатления восхищающие. Для студентов организовали фотозону, танцевальную площадку, мини-игры и позаботились о физических нагрузках. Для всех желающих показать себя организовали спортивные состязания. «Супер, потому что даже здесь есть форма, как и у нас в колледже. Можно даже не привыкать, тоже белая. Поэтому все хорошо. Мне все нравится. Медицина кажется такой сложной, но когда тебя тянет к ней, просто хочется помогать и все. А так уже не кажется сложным, если ты прям тянешься к этому». Нина Афанасьева на Сахалине впервые решила познакомиться поближе с Сахалинским госуниверситетом и не прогадала. «Очень необычно впервые на подобном мероприятии масштабном. Во-первых, очень нравится, что все соблюдают ДРСКОД. Это классно. В целом мероприятие пока выглядит очень круто. Вроде как должна быть какая-то программа еще, наверное, да? Вот. Пока все нравится». Организовали интерактивные площадки. Студентов знакомились с неурочной деятельностью. Каждый желающий на месте мог сразу присоединиться к тому или иному творческому объединению. «Ребята сегодня получат награды разного уровня, федерального, регионального. Наши награды агентства по делам молодежи. Но самое главное, они получат общение друг с другом. За последние два года нам этого сильно не хватало». Весь вечер в зале царила атмосфера дружелюбия и веселья. А в конце праздника около 50 студентов наградили грамотами как самых лучших в учебе, спорте и творчестве. Анастасия Маслова, Данила Маслов, телекомпания ОТВ. В островной школе водных видов спорта стартовало первенство области по плаванию. В разных дисциплинах свое мастерство на голубых дорожках показывают 250 пловцов Южно-Сахалинска, Корсакова, Хомска, Паранайска, Ноглик, Ахи и Курильска. Все они спорят за ряд путевок на дальневосточные и всероссийские состязания. Сильнейших определят в трех возрастных группах. Игорь Антипов следит за самыми реактивными. Острая борьба начинается еще, когда спортсмены только входят в воду, лишь бы дыхалка не подвела. Но все ребята подготовленные, да и 50-метровый бассейн перед ними открывает широкие возможности. Во-первых, повысилось мастерство у ребят. У нас в прошлом году четыре человека было в сборной страны Шуваева, Тутасова, Михайличенко, Крутых. И сегодня вышел приказ Министерства спорта Российской Федерации. У нас опять четыре спортсмена попали в сборную страны. Это Крутых, Михайличенко, Яснев и Тутасова. Сто метров стиль вольный. Он считается самым скоростным. Позволяет проплывать большие расстояния, быстрее и меньше уставать. Потому его предпочитают даже три атлеты. Пловцы чередуют руки, гребут мельницей, голова находится под водой. Ребята делают вдох сбоку. Длинную воду штурмует восемь девушек. Большинство уже кандидаты в мастера спорта. Здесь стометровку за минуту 1,24 секунды проходит воспитанница тренера островной школы водных видов спорта Артема Золотарева Ада Суворова. Восемь лет тренировок не прошли для нее даром. Прежде всего вспоминает первую наставницу. Вера Михайловна по-новому научила плавать мне. Как вторая мама у меня. Основная работа поворот, выход и финиш. Основная работа на финише наверное была. но сил уже не было. На аналогичные дистанции выкладываются парни. Всех за 52,45 секунды обходит мастер спорта. Тот самый член сборной команды России Алексей Крутых. Чемпион занимается в городском бассейне Южно-Схалинска под руководством тренера Бориса Торикова. Тут нужно очень-очень терпеть много и работать с самого начала. Буквально сколько дыхалки хватает для того, чтобы пройти весь этот участок? Дыхалку хватает на все, а вот мышцы уже забиваются. Было жестко очень. Я ожидал конечно результаты получше. Но что есть, то есть. Региональные заплывы продолжаются. Победители и призеров определят в трех возрастных категориях. Лучшие получат путевки на чемпионат Дальнего Востока, первенство страны и всероссийские детские соревнования «Веселый китенок». Игорь Антипов, Дмитрий Коляровский, телекомпания ОТВ. А я напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале ОТВ «Сахалин», а также на сайте информационного агентства «Сахалин Курилы» и в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин